Здравствуйте, уважаемые телезрители эфирного Уральской обещательной компании продолжает программа «Атомные судьбы». Сегодня мы в гостях у замечательного человека, инженера физика, кандидата технических наук, ветерана атомной энергетики и промышленности Виктора Константиновича Курушкина. Виктор Константинович, здравствуйте. Добрый день, Наташа. Вы знаете, когда я готовилась к передаче, изучала вашу биографию, первый факт, который меня поразил, вы работали на комбинате в Новоуральске, но родились в Ульяновске. Как попали в Новоуральск? Это родина моего отца родного. Он погиб в 43-м году. А вот туда маму и привез на свою родину. Там я и родился. И прожил там ровно полгода. А меня перевезли в Нижний Тагил к своим родственникам уже по материнской линии, совсем рядом. Там школу окончили? Нет, школу я окончил в Благовещенске, в Амурской области. Мама вышла замуж вторично. Ну, отец погиб в 43-м. Она вышла замуж. Отчим-офицер военный. И поэтому его так, я за время учебы 7 школ сменил, я посчитал как-то, кому-то не помню. А кажется, внукам считал, говоря, что вот. 7 школ. Кончил на Дальнем Востоке школу. Хотел поехать в Москву, в московский физтех поступать. Но как раз в этом году, в 54-м году, в 58-м закончил, Хрущев отменил золотые медали. Отменил. Надо было сдавать все экзамены, уже с обеседованием не обойдешься. И вот, поскольку у меня дедушка здесь жил в городе, по материнской линии, он работал в транспортном железнодорожнике, в цехе в 30-м. Виктор Константинович Курушкин удивительный и очень приятный человек. Он инженер-физик, 45 лет отработал на комбинате. После окончания Уральского политехнического института в 1964-м получил распределение на УХК. Виктор Константинович – кандидат технических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности, занесен в Книгу почета УХК. На заводе прошел путь от инженера до руководителя группы расчетно-теоретической лаборатории ЦЗЛ. С 1988 по 2009 годы – заместитель начальника информационно-вычислительного центра. С 2002 – заместитель начальника отдела информационных технологий. Он специалист и разработчик отраслевой методики в области расчетно-теоретических исследований, оценки напряженно-деформированных состояний и конструктивной оптимизации деталей ротора газовых центрифуг 5-го и 6-го поколений. Оценки характеристик эксплуатационной надежности центрифуг и влияния технологических параметров эксплуатации на их надежность, системы мониторинга металлургического брака при изготовлении заготовок деталей, разработчик принципов формирования электронных паспортов газовых центрифуг. Он внес вклад во внедрение технических и программных средств вычислительной техники в процессе автоматизации производства и управления. Руководитель и участник разработки и внедрения типовые для разделительных предприятий отрасли Ангарска, Зеленогорска, Северска автоматизированных систем контроля и анализа эксплуатационной надежности центробежного оборудования и планирования оптимальных сроков его ремонта. Виктор Константинович руководитель работ по созданию и внедрению автоматизированной системы учета и контроля ядерных материалов в подразделениях комбината. Участник внедрения на УХК автоматизированной экономико-организационной системы на базе ЕРП системы САП Р3. Автор ряда распредложений и изобретения. Он автор более 50 печатных работ. Человек очень скромный и интеллигентный. Про свои заслуги говорить не любит. Заслуги, говорит, как у всех. А еще у Виктора Курушкина феноменальная память. Он до сих пор помнит все цифры и факты своей биографии. Фамилии всех, с кем сотрудничал и трудился. Вот жена врач, я уже знаю сын. Он здесь работает. Закончил тоже физтех. То есть сын пошел по вашим стопам? Да, он блестяще закончил. Ленинский стипендиат был. Кстати, отец у меня сталинский. Стипендиат? Да. А девочки вот две закончили. Сейчас внучки подвойняшки. Они золотые медали получили в этой самой. То есть школу уже окончили? Да, вот только что и поступили в институт. У меня муков полно. Да, вы что? Полно, конечно. Старший университет закончил уже. Ваня вот учится на третьем курсе на айтишников. В нашем институте. А две мои двойняшки, вот они в этом году закончили. 41-ю гимназию эту. И поступили в Свердловский сейчас. Студенты у меня все. Какую специальность выбрали? Ну, одна пошла в УПИ фактически по-старому. Теперь УРФУ. Я даже вот сейчас скажу и засмеюсь. Специальность называется бизнес-информатика. Интересно. Вообще, можете представить бизнес-математику? Сложно. Вот так и я. Бизнес-информатику так же сложно представлять. А другая попроще. Она пошла в пединститут. В общем, вам пророчили жизнь медика, но вы выбрали физика. Но жена медик. Раз не вы, то жена медик. Да, она медик, да. Есть ли у вас какие-то семейные традиции? Вот что любите делать? Чем заниматься? Какое хобби? Вот вообще так. Ну, я в молодости чем только не занимался. И филателлией занимался, и еще там, и мизматика немножко. Собирал что-то. А вот потом уже, в последствии так вот, особенно таких, никаких-то увлечений таких сильных не было. А потом у меня вот последние годы уже вот семья, сад вот купили. Садоводы? Нет. Для души? Для души. Да, да. Заставляют, работают в саду. Виктор Константинович, расскажите о своей атомной судьбе, своей профессиональной деятельности. Да, ой, просто красота. Вообще интересно. Вот, когда удалось все-таки уговорить начальника отдела кадров, уговорили, чтобы он меня взял на работу, и, так сказать, отметили там все, потому что распределение в те времена судьбе. Я попал работать в СЗЛ. В центральную? Да, в центральную заводскую лабораторию. В лабораторию-то самую лучшую первую. Ну, одну из лучших. Она так, по номерам-то первая. А вообще, это был расчетно-теоретическая лаборатория, впоследствии сектор. Вот такая интересная лаборатория. И там всегда был компьютер. И это соответствовало специальности, хотя мы так особо компьютеры не учили. И при приеме на работу я тут заверещал, что я этому не учился. Андрею Ивановичу, он принимал раньше, сказал, я ведь этому не учился в институте. Он так строго посмотрел на служителя отдела кадров, который нас приводил к нему. Так посмотрел на него строго. Тот сказал, Андрей, у вас есть специальное соответствие. Он сказал, слыхал, научат. Желаю успеха. Все. И пошел. Вот так и попал на обслуживание машины вычислительной. В то время была только машина «Урал». Это самая первая машина на комбинате. И уже монтировалась, строилась уже здание. Машина куплена была. Машина «БЭСМ-2М». Это более мощная машина. Вот это первая машина. И так вот началась моя жизнь на комбинате. Сколько лет? 45. 45 лет? 45 лет. Когда пустили эту «БЭСМ», это уже достаточно большая. Первая машина «Урал», это делала 100 операций в секунду. Скромная, страшная, страшная машина. Скромная конструкция Бориса Ромеева. Конструкция главная. А потом уже «БЭСМ-2М». Это уже 10 тысяч операций в секунду. Это машина уже с памятью, более-менее внешний барабан был. Ну, то есть на этой машине что-то стало уже возможно делать. Ну, вот мы, значит, вот начальником лаборатории был замечательный начальник Ратмир Горчеваганов. Все его знают на комбинате. Он ленинский, лавриат Ленинской премии. Вот он был моим первым начальником. Ну, Владимир Иванович Акишев, все же, так сказать, снизов. Вообще лаборатория делилась на две группы. Группа электронщиков, которые, вот, и группа расчетчиков. Вот, ну, я в группе электронщиков освоили машину. Машина работала, все хорошо. И я стал потихоньку заниматься программированием. Ну, интересно же, хочется. Ну, и так вот, научившись немножко программировать, перевели меня в расчетную группу, перевели. А тут Борис Иванович случилось, задумал разработку новой машины совершенно. Ну, в смысле, не ЭВМ уже, а центрифуги новую. И создался новый сектор под руководством Баженова. Я туда попросился, в этот сектор. Ну, хотелось учиться, хотелось что-то дальше осваивать. Хотелось, честно говоря, в аспирантуру. Вот, и так-то этот сектор я перешел. И там у Сергея Борисовича Варламова, он был начальник лаборатории, Баженов Владимир Александрович руководил всем этим сектором. Там много было лабораторий. Кто-то занимался, значит, металлом. Надо было сделать новый металл с новыми характеристиками. Кто-то занимался, значит, упрочнением. Надо было сделать пластик с новыми характеристиками. Кто-то занимался. Вопросов было нового. Кто-то, так сказать, графит пытались сделать собственный. Кто-то что. А мне досталось, попал в ту лабораторию, которая занималась расчетами центрифуги. И первой темой были вопросы формования стекловолокна. Стеклянное волокно шло на создание пластика, упрочняющего ротор центрифуги. Сейчас это уже не секретно, тогда это было как-то... И надо было сделать волокно тоже хорошим. То есть добавить там свойств, не повышать плотность, добавить модуля первого рода. Ну, поэтому вот такая работа была. Это была первая тема моей диссертации, но она, это все сложилось немножко неудачно. Во-первых, сам я не шибко преуспел, это собственная вина. Во-вторых, американец опубликовал громадную статью в журнале Труды Американского общества инженеров-механиков. И, по сути говоря... Опередил. Да, опередил. Ну, руководитель мой предлагал, Сергей Борисович Варламов, опубликовать то, что уже сделал. Надо опубликовать, попробовать. Ну, как-то не сложилось опубликовать. Служба, наша мощная служба защиты государственных секретов сказала, что не надо. Несколько статей в журналы по одной тематике. И фактически мне не разрешили опубликовать. Хотя директор подписал. А служба вот тут, он подписал приказ создать, но не публиковали. Я занялся другой по предложению нашего научного руководителя комбината. Работой по оптимизации. Ей занимался, сделали, удалось достаточно хорошо. На шестом поколении две концевые детали, как наиболее напряженные. Они вот конструкции нашей конструкции. Параллельно аспирантура еще была. Да, это была и тема аспирантская, новая настала, и тема диссертации, которую я защитил. А дальше что было? А дальше, а дальше? Дальше меня снова пригласил. Я как был вот в первой лаборатории, вот в начале 70-х годов, вот первая лаборатория, с которой я начал, где были всегда машины вычислительные. Вот я как бы отошел, машина-то осталась, я на них ходил, считал. Все, эту машину никуда не убежали, вот уже не обслуживала, не работала в этой лаборатории. Эта лаборатория была преобразована фактически в прообраз вычислительного центра. Она, вот эта первая лаборатория, расчетно-теоретический сектор, расширилась, и 5 или 6 лабораторий появилось дополнительно в составе центральной заводской лаборатории. Разное направление, и поставлены были новые задачи, создание автоматизированной системы управления. Если раньше машины в основном были это вычислительные средства, то здесь машины были призваны уже, так сказать, сделать, машины использовать как средство управления. И вот рассталась и расчетная теоретическая лаборатория, конечно, в составе. Вот Геннадий Сергеевич Соловьев, нынешний научный руководитель комбината, он как раз был в этой лаборатории начальником. Он меня пригласил. А возглавлял все это Лебединский Иван Петрович, вот этот весь комплекс как бы будущего ИВЦ. Вот он так и был. И, кстати, так вот ИВЦ и строили здание новое, и весь вот это, и перешел потом в ИВЦ. И отдельный отдел 50 стал, а Геннадий Сергеевич меня позвал вот в эту расчетно-теоретическую лабораторию, я уже защитился, сказал, что давай у меня будешь работать. И вот я к нему перешел. Так у него и работал. Вот и дальше просто вот тоже по предложению Соловьева было произведено такое структурное преобразование нового подразделения. И образовались отделы проектирования автомизированных систем. И один из отделов назывался АСУ производства. Отдел АСУ производства. И дискретного, и непрерывного. И вот этим отделом меня поставили руководить. Ну вот люди, начали мы работать. Значит, что касается производства, это центрифуги, это вот производство наше разделительное. А дискретно это вот три завода. У нас был вот завод преобразователей энергии, приборный завод и завод 68-й объект. Он завод запасных частей назывался. Ну вот это дискретное наше производство. Ну, не считая там мелких брызг других цехов. Это тоже какое-то вспомогательное производство. Вот так стали работать с этим. Вот тут уже появились ЕСовские машины. И ВЦ стало оснащаться более мощными машинами. Ну что такое ЕСовские? ЕСовские машины, это единая серия называлась. И вот эти машины, они уже были мощные. Было их достаточно большое быстрое. Где это сотни тысяч операций в секунду, это уже память на дисках, это большая память, это хорошее быстродействие, это хорошая чужая математика, это базы данных, это уже не файлы. Вот эти машины, на которых уже можно строить системы. И они были построены, эти системы. И что касается вот основного производства нашего разделительного, была очень создана хорошая система. Дело в том, что наше, я буду говорить так, как по-старому, Министерство среднего машинстроения, которое было в начале вот 80-х годов, с появлением вот в этой технике, решили создать такую министерскую, то есть это по сути отраслевую систему Плутон, дифференцированную по главкам, различным главкам, и вот в нашем главке Плутон-3, и все предприятия, 7 что ли у нас входило в глаз предприятий наших глав, 4-го главного управления, Микерин начальник, значит, это должна была, как мыслилась наша, вообще, курировал это все замминистра Тычков, бывший директор завода химконцентрата Новосибирске, а со стороны ЦНИАТОМИНФОРМ, это наш центральный научно-исследовательский институт атомной информации и техники, там, значит, выпускник фистеха нашего Уральского, бывший начальник КВЦ на заводе Трехтройках у нас, Павлов Юрий Борисович, вот это главный конструктор АСУ был отрасли, вот, наш выпускник фистеха, мы с ним знакомы были еще студентами, вот и он, значит, решил, что будут предприятия нашего главка оснащены типовой техникой, вот этой ЕСовской, и разделим на типовые системы, нашему предприятию в этой части было поручено оперативное контроль и анализ надежности эксплуатационной газоцентрифужного оборудования и планирование его ремонтов, система планирует поддержание достаточной производительности, вот, фактически это типовая для четырех предприятий задача, у нас четыре предприятия располагало центрифугами в главке, это вот наши, Томск, Ангарск и Красноярск, все они сейчас называются, вот, наши, ну, на Уральс, да, там Зеленогорск, Красноярск, Томск, Северск, там центрифуги были, ну, Ангарск так и назывался, мы сдали в 85-м году очередь, сдали свою, вот, вот, на этих ЕСовской технике, а к концу 80-х годов появились первые персоналки и в мире, и у нас, и у нас, ну, зарубежные, конечно, это не важно, вот, и вот тогда уже началось самое интересное, вот, с появлением персоналок и с возможностью их объединять в сети, сначала в локальные сети, то есть по направлению, потом уже можно, или по каким-то цехам, цех, маленький цех, или там это даже вплоть до того, что это автоматизированные рабочие места, связанные, скажем, энергетика, там, электрика, а прибориста не сделали, вот, в тот момент, это начало было, отдел главного прибориста перехватил, и они сделали автоматизированные места для прибористов, ну, ладно, хорошо, и вот это все, вот это все, вот, сети, и тогда у нас в ИВЦ появилось новое подразделение, очень нужное оказалось, это бюро или отдел, ну, там бюро называли, когда-то отдел, отдел сетевых технологий, вот, инициатором этого было, это Маняхин Сергей Васильевич, это его, это нужно давно было, ну, вот, как бы назрела необходимость, и вот он тут с инициативой и сам создал, набрал людей, там замечательные люди, это, знаете, такая элита была, они лучше всего понимали, вот, что надо делать, они занялись созданием технической основы корпоративной. Элита в плане научной? Конечно, такой вот технической, значит, вот, нужно было создать корпоративную сеть, для начала создать техническую основу этой сети, и вот, та сеть, которая была, создавалась на этих машинах ЕСовских, она была на проволоке, там не было оптики, она была, не знаю, излучение, это рядом проходит с чем-то, были большие затруднения, а служба, охрана государственных секретов наша, она всегда была очень крепкой у нас и очень сильной на комбинате, и несмотря на то, что впоследствии секреты некоторые таяли, некоторые становились меньше их было, и как бы все немножко легче, но служба у нас всегда была очень крепкая, она никогда ничего не проворонивала и не пропускала. Недаром руководители этой службы в последние годы чаще всего выходили из ИВЦ, они уже хорошо знали, что можно в кармане на флешке унести много секретов комбината, они это все понимали, вот, и соответственно так строили защиту, чтобы этого не случилось. Так вот, вот это создание корпоративной сети началось создание оптоволоконного кольца с радиальными ответвлениями к отдельным, к цехам и подразделениям. Вот, вот создав вот это кольцо, стало можно делать что-то корпоративное. И вот тогда было принято решение, вообще, кстати, руководство комбината во все, во все времена, пока я работал, связаны с этим, всегда уделяло достаточно большое внимание автоматизации производства и управа всегда. И вот, ведь оно так и получалось, что, но только те задачи решали мы могли, на которые тянет техника и математика, которые на тот момент техника может поддерживать. А вот с ростом новыми, с технологиями, с расширением комбината самого, с переходом вот на эту новую центробежную технологию, ведь шутка в деле, вот завод был так молод. Относительно. Ну да, вот пришел я в 64-м году работать, а заводу 15 лет всего-то. И тут новая технология, 61-го года, Центрифуд запустили практически в опытном, а дальше в промышленном, первый в мире центробежный завод. Руководство, значит, всегда уделяло большое внимание. Каждый год был технический совет у директора, и вот было принято решение на этом же прямо техсовете, уже при Анатоле Петровиче Кнутареве, Кнутарев был директор, предложили купить, уже к этому подходили, слушали, рассказывали, докладывали о этой системе, готовую систему управления всем предприятием, единую, так называемую ERP-систему немецкого производства, фирмы САПАГЭ, Enterprise Resource Planning, то есть вот ERP-систему, которая в комплексе, в всем предприятии. Ну, решили проработать, поручил директор этот вопрос, ездили с главным бухгалтером, с главным экономистом, замдиректора, ездили в Москву, смотрели, где уже внедрена эта система, смотрели, значит, все, что слушали, ездили в Глазов, смотрели, там она была, система мощная, дорогая, но позволяет Анатолию Петровичу, ну, скажем так, пришлось выдержать очень тяжелый прессинг со стороны главка нашего, министерского главка, который хотел, в то время был Адамов, министром атомной энергии, печальной памяти сейчас, ну, правда, у него он оправдан, все сейчас уже, а так, в то время, ну, вот у него там была идея другую систему собственной разработки внедрить, и протолоббировал ее, но Анатолий Петрович выдержал, внедрили ее, была создана группа, вообще все предприятия, мы же дружили между собой, все эти ИВЦ, мы все дружили, мы обменивались и опытом, и своими успехами, и неуспехами, все это было, и вот они нам очень завидовали, что нам выделили такие большие финансы на такую интересную систему, им не давали столько денег, это достаточно дорогая система, рассчитана на богатое, успешное предприятие, тем не менее, мы все сделали, у нас она заработала, и вообще говоря, это был успех, большой успех, в этой системе, вот на момент моего ухода, 10 лет почти назад, с комбината, там уже работало 600 мест рабочих, здорово, ну, вот и такая система, она до сих пор, а то, что мы не ошиблись, и поступил директор, дальновидно и правильно, это то, что эта система стала вросатами головной, и мы превратились из владельцев этого корпоративного куска, где система эта, в пользователя, она теперь ушла выше, теперь она там, и все предприятия, большие, вот наши уровни, они все работают в САПР3, САПРП называют теперь так, ну, да бог всем, вот, а маленькие, ну, они в таких поскромнее системах, типа 1С бухгалтерия, уровня предприятия. Виктор Константинович, удивляете, до сих пор помните, такие прям до мелочей, факты, фамилии, даты. Я фамилии мало называл, все они совсем, только директоров, совсем мало. Ну, вот. А вот на заслуженный отдых уходили, в какой момент, в какой период? А вот мы ушли, как бы, как, в этот 2008 год, у нас акционерная, в 1 августа 2008 года стало акционерное общество, в 2009 году ушел Анатолий Петрович, в феврале, нам представили нового директора, Александра Юрьевича Куркина, новый директор, вот я еще с директором Куркиным год проработал, до конца 2009 года, а с 2010 года ушел, с 1 января. Куркин приходил, проводил. Не пожалеете, что ушли? А надо было уходить. Почему? Во-первых, вот понимаете, как получилось, ведь вот я, как бы, командовал теми подразделениями, которые сам уничтожал, переводя, ну, не их, конечно, а их работу, переводя, вот все, переводя на, автоматизировал, в новую систему, все системы, самое сложное было, ее не перевели до сих пор, это система, связанная с центрифугами, она по режимным соображениям, ее в эту, вот, она не аттестована, система чужая немецкая, она не аттестована под закрытую информацию, вот, поэтому все в ней есть, но все, как бы, трудно, но работает, а это так все перевелось на отдельную машину, ушло тоже, но отдельно, все, вот, вопросы, ремонта, модуль, ремонт оборудования, он сейчас прорабатывается, я знаю, что он пытается, и пытается сделать в рамках уже вот этой, САПР-3, все туда, это очень интересно. Не могу не спросить, внукам рассказывали о своей работе? Внукам? Ну, так, ну, что, Наталья, ну, знаете, ну, конечно, там, сыну больше рассказывали, он все-таки тут, и в сестерах кончил, и понимает все это, а вот ему... Наверное, поэтому и пошел по вашим стопам? Нет, он, вы знаете, он вообще... Физик? Нет, 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 он унес специальности ядерно-энергетические установки, он хотел сразу уехать в Чернобыль, и уехал, уже там, после взрыва, он кончил в 88-м, взрыв в 86-м, там, ну, там знакомые, но там не сложилось у него так, и он остался на Украине работать, там работал, там, там бабушка жила, вот, которая потом у нас тут была, сюда всех свез, и вот он, так потом на наш комбинат, директор взял, ну, вот он решил поехать, пойти в снабжение, там и работал, сейчас, сказал, что тут реакторов нет, поэтому вот он, снабжение пойдет, ну, поговорить не можно, он может, понимает, о чем я говорю. Что вот вы пожелаете молодым сотрудникам Уральского электрохимического комбината, тем более в юбилейный для комбината год? Сотрудникам комбината, конечно, это ясно, что хорошо бы, чтобы комбинат жил, процветал, мне кажется, что несмотря на то, что сейчас разрабатывается такая центрифуга, которая по необходимости, вот по объему необходимого ЕРР, которым должна располагать Россия, ну, исходя вот из того, сколько мы позаключали контрактов, подписали договоры, о намерении построить реакторы, все же не на тепловых нейтронах, и все требуют нашей продукции, то есть обогащенного урана 35-го, вот, но все-таки мне кажется, что несмотря на то, что вот сейчас целиком очень сильно разрабатывается вопрос о, сказать, уходе на реакторы на быстрых нейтронах, где не нужен будет 235-й обогащенный, но в самом деле это не так, реакторы будут двух типов, они будут один другого дополнять, и вот мне бы хотелось, чтобы как можно дольше процветал комбинат, чтобы машину новую сделали над критическую большую длинную, чтобы заменили, чтобы мощность сохранится разделительная, ее будет хватать, и комбинат будет процветать, жить, жить, и жить. А вот те люди, которые сейчас вот ИВЦ, бывшие ИВЦ, теперь ИВЦ 50-й отдел, вот так ИВЦ, там сейчас 8 человек или 9, я могу ошибиться, на одного, другого, теперь на штуки идет, не на десятки, а на штуки, подсчет, на единицы, я хочу сказать. А все, остальная масса фактически работает в Гренатами. Там Маняхин Сергей Васильевич шел в Гренатами в замгенерального директора по нашему региону, а командует всем Денис Евгеньевич Борисов. Ну вот, все у них хорошо получается, еще у него помощники замечательные, Феофанов, Катаев, замечательные помощники, и вот все это, ну, конечно, там и служба заказчика, Константин Николаевич наш Носырев, вот все им, вот у них сейчас не ядерное, не связанное, значит, вот связанное все с компьютерами, не с разработками. И вот им бы я пожелал, чтобы они по елику возможной вернулись по елику возможной к собственным разработкам, они ушли практически, все внедряют готовые системы, тиражируют их, очень здорово все делают, помогают людям и объединяют все это в большие такие, как это любимое слово, порталы, все разные системы, все это, а вот чтобы они вернулись собственным разработкам и чтобы эти разработки были такими, чтобы они себя удовлетворяли внутри нашего, и чтобы вышли внешне, чтобы их могли внедрять другие, взяли с удовольствием вот такие разработки, вот им бы надо, а потенциал у них, конечно, есть, были там, нас они приглашают время от времени посмотреть, что у них там творится, это такая молодежь, да так много, уже стариков там практически не осталось, это хорошо, ну, в общем, потенциал есть, есть потенциал, да, 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 вот мы им готовим очередных айтишников, шутка, молодых, да, молодых, пока учатся, ну, вот так, Наташа пожелал бы, конечно, всяческого, так сказать, все хорошо на комбинате, но сокращается необходимость, вот, пока в этом, мне думаю, кажется, она будет сохраняться, все-таки решат все вопросы. Виктор Константинович, спасибо вам за беседу, за очень интересную, содержательную, надеюсь, нашим телезрителям было тоже с нами интересно быть и узнавать о таких уникальных людях нашего города. Ну, что, что. Спасибо, что нас приняли, а мы были в гостях у Виктора Константиновича Курушкина, инженера физика, кандидата технических наук, ветерана атомной энергетики, и промышленности. Оставайтесь с нами, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова